Я хотела представиться. Меня зовут Галина Белова, я художник-керамист, также я еще руководитель нескольких студий, но это не одна моя сфера деятельности, то есть я работаю в разных направлениях. Сейчас чуть больше хотела про это рассказать. Я покажу это в виде небольшой презентации, чтобы было нагляднее и удобнее рассказывать. Буду задавать вопросы попутно, то есть буду рассказывать о себе, про направление возможности, и попутно буду задавать вопросы. Прошу в чате реагировать, отвечать. Сразу предупрежу, что если кто-то будет баловаться, то мы просто забаним, то есть это нормальная ситуация. Мы здесь учимся, ищем себя, и у нас нет времени на то, чтобы какие-то хулиганства здесь как-то отмечать. Будем внимательно за этим следить. Да. Я начала с вопроса «Кто я?» и предлагаю, в принципе, всем участникам задаться этим вопросом, потому что это такое важное определение для себя. Не важно, сколько вам лет, хоть вам 8, 10, 20, 30, 40, в любом возрасте, это очень такой хороший вопрос. И вы для себя можете определять, да, вот, допустим, кто я сегодня. Я сегодня спортсмен, я сегодня учащийся, или я сегодня сын, внук. И это такие определения, они всегда помогают вам в любой работе, в любом творчестве, потому что сегодня, если вы спортсмен, значит, ваше как-то внимание больше направлено на ваши где-то там физические данные или достижения чего-то, то есть вы ищите свои возможности в этом. А если вы сегодня сын, дочь, там, внук, что вы можете, какие, да, какие новые способности что-то привнести в своей семье? Тоже всегда интересно. Так вот, я себя определяю как художника, сегодня я художник. И на примере себя немножко как раз и потом про возможности расскажу. Я закончила архитектурную академию, и также я училась у разных художников и керамистов. Что вообще дает образование? Вот вы сейчас все, ну или не все, многие из вас учатся в школах, в каких-то секциях, в кружках. Вы можете думать, зачем мне эта школа или зачем мне эта секция, что она мне дает. А дает она вам ровно столько, сколько вы хотите получить. То есть если вы приходите в школу просто отсидеть урок, то вы ничего и не возьмете от этого, да? То есть все тут зависит, опять же, от ваших, от ваших хотелок. Если вы хотите, у вас появятся новые знания, новые отсюда возможности появятся, и вы это можете все направить. Бывает, что, да, кому-то не нужно образование, кто-то может гораздо большего достичь, пойти учиться какому-то наставнику. Это тоже очень распространенный метод. И почему я здесь написала симпозиумы и резиденции, может, многие из вас не знают такие слова, но это место, где встречаются разные художники. Обычно это происходит в каких-то очень красивых, интересных местах. Вот я ездила на Байкал, там в Питере, в Москве были резиденции, вот недавно весной я была в Красноярске. И опять же, когда ты чем-то занимаешься, неважно, искусством, спортом, чем угодно, это всегда тебе дает возможность для путешествий и для того, чтобы найти своих единомышленников. Это важно, потому что, общаясь с человеком из любой точки, вот у меня есть друзья из многих стран, то есть и с художниками из Турции, из Литвы общаюсь, это всегда, опять же, новые возможности. Для путешествий мы ездим друг к другу в гости, во Францию, хоть куда. Поэтому это важно и это всегда интересно. То есть определяйте себя и обязательно себя ищите. Тут несколько просто примеров моих работ разных. Это я сделала страничку работы, которую я сделала вот в последние 2-3 месяца, просто познакомить вас с тем, что я занимаюсь. И занимаюсь не только тем, что я участвую где-то в мероприятиях, но и сама также их организовываю. И опять же, вы даже сейчас, будучи вот в вашем возрасте, можете организовывать мероприятия в своей школе. То есть вы можете создать какую-то интересную конференцию или просто ярмарку, фестиваль любой. Это всегда у вас откликнется среди ваших сверстников. Это, опять же, новая возможность для того, чтобы показать себя и показать то, чем вы занимаетесь. В нашем проекте в направлении возможностей мы будем разрабатывать проект. Проект этот будет связан с проработкой ваших хобби и работой руками с материалом. У нас очень ограниченное время. У нас всего несколько дней на то, чтобы что-то сделать, поэтому мы будем работать с глиной. И здесь я хотела показать пример как раз разных направлений. И проекты бывают разные. Вот пример, что бывают экономические проекты. В таком как раз я занимаюсь тем, что я ищу клиента и реализовываю как раз... У нас есть мастерская, где мои коллеги делают плитку из разцы, то есть разные керамические крупные штуки, которые я занимаюсь в продаже. Второй проект, он уже экономически-творческий. И здесь я сама делаю руками. И сама исполнитель, да, то есть уже моя коллега продает мои работы. И третий проект. Я сюда не прикрепила фотографии, потому что, к сожалению... Ну, вернее, не к сожалению, а по правам защиты детей нельзя выкладывать фотографии из студии, где я работаю с детьми, социальный проект, с детьми с разными возможностями. Большая часть детей — это дети-инвалиды. И здесь я себя реализую уже как наставник, потому что у меня есть потребность кому-то помогать, кого-то обучать. И, опять же, может быть, кто-то из вас тоже себя найдет, даже просто помочь своему другу, своему товарищу. Где-то вы лучше справляетесь по математике, а ваш товарищ хуже. Вы можете ему помочь, и вы тоже уже будете как наставник. То есть себя реализуете. Очень приятно помогать. Приятно помогать бабушкам, дедушкам, всем окружающим. И это тоже очень важная роль, в принципе, в жизни социальной — не быть равнодушным. Когда вы такую возможность используете, очень приятно самому становится. И здесь уже чуть подробнее про направление возможностей. Тоже это вам задание. Вернее, я хотела здесь в чате спросить, есть ли у вас какое-то хобби. Или то, чем вам нравится заниматься. Это может быть все, что угодно. Здесь я как раз прикрепила разные картинки. Вот, коллекционировать монеты. Рисование. У меня даже есть тут играть в видеоигры, танцевать, готовить. То есть хобби может быть на любое программирование. Вот, воздушная гимнастика, рисование. Отлично. Собирать лего, танцы, бисер, читать, петь. Очень, кстати, разнообразные варианты. Интересно познакомиться с... Играть на МГЕ. Это что такое МГЕ? Вот я как раз тот же самый вопрос и хотел задать. Маловарение, вязание. МГЕ. Работотехника. Читать. Да, хобби. И на основе как раз ваших ответов я сейчас прокомментирую. Так, сервера 1ВС1. Играть на скрипке, заниматься 3D-ручкой. Играть в Майнкрафт. Угу. Так, ну я далека от компьютерных игр. Вот, хоккей. Отлично. Смотрите. Я надеюсь, что все ответили, да? Все, кто у нас здесь присутствует сейчас. Танцевать. Плавать. Очень хорошо, что ответили. Смотрите. Вот. Веколекционной книжки монет. Здорово. С помощью монет, да, можно изучать разные страны. Рисовать. И здесь я тоже привела пример как раз иллюстрации, да, что вот можно кататься на скейте, можно заплетать кого-то, рисовать на футболках, играть в компьютерные игры, танцевать. То есть абсолютно заниматься разными хобби, да, каким-то любимым делом. Изучать динозавра. Для чего этот был вопрос задан? Вы свое хобби, вот это любимое, можете всегда из него сделать какой-то проект. и проект этот можно продавать. Понятно, что вы сейчас еще молоды, да, но всегда нужно немножко вперед смотреть и в любом деле совершенствоваться. Поэтому важно, чтобы вы свои хобби развивали. потому что даже вот если я сейчас вам буду называть каких-то блогеров, да, или каких-то очень известных людей, то может показаться, что они ничего не делают, да, и просто зарабатывают деньги на том, что вот они такие, какие есть. Нет, они очень много вложили, вложили в развитие своего, как раз, в развитие своего дела. И вот вы играете в видеоигры, да, там, играете в Майнкрафт. Можно же вывести это на новый уровень и участвовать в соревнованиях, да, то есть побеждать и, опять же, выигрывать. И я знаю, что на играх есть очень такие известные геймеры, которые зарабатывают большие деньги, то, что они играют. Можно круто кататься на скейте, снимать видео, монетизировать YouTube и тоже с этого получать. И так в любом деле. И в направлении возможностей мы как раз будем создавать проект свой на примере глины, керамики. Вообще, материалов очень много, да, да, чтобы сделать руками. Вот я видела, там рисовали 3D-ручкой, да, то есть все, что угодно можно делать, но, опять же, очень короткий срок. В профиль, немножечкоARD, и и, 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 и. И вот здесь мы взяли, я взял, опять же, записывать какие-то обзоры, создать целую страницу, рассказывать про то, откуда из какой-то страны, когда эта монетка была сделана, вообще какой-нибудь тираж, то есть любое дело можно сделать интересным, то есть дальше его развивать. И глины, тут я показала пример того, что глина бывает абсолютно разной. Глины, руками керамистов, моих знакомых, есть вещи, сделанные мной. Опять же, вот можно создавать шерсти, можно вырезать дерево, то есть все, что удобно, можно создавать. Можно делать блокноты, сейчас не открывать, я не знаю, но будем работать с клеем. Галина, нам тут участники дают обратную связь, да, что нестабильный, видимо, у вас канал связи и немножко прерывается. Есть ли это возможность как-нибудь исправить? Так, а сейчас тоже зависает? Ну, кстати, некоторое время назад вы прекратили демонстрацию экрана, по-моему, стало немножко получше. Но, тем не менее, бывает, иногда прерывается. Может быть, попробуем отключить видео на время? Поняла, конечно. Давайте, давайте тогда снова, может, в экран вернусь, демонстрацию. Миша Серебряников, спасибо, да, мы отметили, что есть некоторые проблемы со связью. Так, сейчас видно, заслышно? Да, давайте попробуем продолжить. Угу. Все видно, хорошо всем? Дайте обратный какой-то знак. Ребята, подставьте, пожалуйста, в плюсики в чате, если вам сейчас хорошо видно и слышно Галину. Видно экран и слышно ее хорошо. Спасибо. Давайте продолжать. И в направлении возможностей будем придумывать и реализовывать какое-то изделие. Там будет у нас несколько вариантов, что мы сможем сделать. Важно будет со своими как раз кураторами тоже распределиться, потому что каждый из вас может выполнять какую-то роль в направлении, то есть можно разделиться на команды, а можно работать одному. Это очень интересно, потому что когда, если вы там очень общительный, да, можете сразу несколько дел выполнять, то вам, наверное, одному будет, в принципе, комфортно. Но при этом можно и работать в команде. У каждого какие-то есть сильные стороны. И когда вы работаете в команде, это всегда очень хорошо можно проявить. Допустим, один может руками хорошо делать, а второй может описать проект, сделать его презентацию, то есть сделать его продвижение. Вот. Здесь вам надо будет подумать, как бы вы хотели работать в направлении. Вот. Если у вас несколько идей, да, то есть как их совместить и как реализовать, или, опять же, работать одному. И всегда надо себя позиционировать как бренд. Я вот написала такую важную фразу, да, ты бренд. Даже после того, как вы закончите вот эту смену мейкерскую, потом придёте куда-то на площадку к друзьям общаться, встречаться с кем-то, там, в сентябре пойдёте в школу. И если у вас есть какое-то хобби или там своё любимое дело, то рассказывайте чаще о нём, но не надоедая, а просто что, так я же классно танцую. И позиционировать себя всё-таки как танцора, чтобы в будущем уже вас воспринимали, то есть такие, кого бы нам позвать, вот здесь вот этот номер показать, вот это сделать. А, есть у нас Настя, да, она же у нас отлично танцует, давайте мы её позовём. То есть когда вы себя уже позиционируете в каком-то коллективе, что я спортсмен, да, я хоккеист, и вас обязательно куда-то привлекут, и это интересно, потому что вот эти вот привлечения — это всегда новые связи, новые знакомства. Для чего они нужны? Если вы своё хобби хотите потом монетизировать, да, то есть чтобы у вас был доход, деньги, то эти связи всегда помогут, потому что первые, кто будут вашими покупателями, это будут ваши друзья, ваши знакомые, родственники, и потом это такая по цепочке будет реакция, да. То есть даже в монетах, да, я говорила, в коллекционировании монет можно это сделать интересно. Можно потом обмениваться с кем-то, там, продавать монетки, а у меня вот такая, у меня такая, и это сделать интересным для других. То есть всегда заинтересовывать. Вот, но не всегда бывают, ну, что ты можешь один и производить, да, и рекламировать себя. Я уже про это говорила. И хотела вам рассказать, пример привести. Это, конечно же, Стив Джобс. Все знают такого человека, который придумал iPhone, Apple-фирму? Поставьте плюсик, кто знает, в чат. Сейчас включу картинку. Большинство все-таки знают. Так, сейчас я включу, чтобы у нас... У нас классная картинка Стива Джобса. Ну, я не стала его фотографию включать, я просто заставку сделаю iPhone, чтобы представляли. Чуть позже давайте посмотрим монеты. И вот очень такая разрекламированная, распространенная вещь, девайс, да, это iPhone. И если мы посмотрим историю... Да, скоро закончим, осталось 5 минут. Если мы посмотрим историю Стива Джобса, то этот человек, у которого были, ну, изначально не такие большие возможности, да. Он рос в приемной семье, то есть его усыновили, но он определенные успехи показывал в школе, и благодаря там преподавателю его перевели сразу там из четвертого, сразу на два класса выше, да, в шестой. То есть он там хорошо по каким-то предметам стало у него получаться, и потом он нашел людей, которые очень хорошо разбирались в технологиях, собирали вот эти вот компьютерные платы, только вот начали, это становилось... Только-только все запускалось, то есть еще не было в таком широком понимании слова компьютер и вообще компьютерных технологий. И он подружился с этими людьми, и они, так грубо, если скажем, на коленке, стали в гараже собирать вот эти компьютерные платы. То есть он для себя придумал какие-то новые, что вот есть новое направление, в котором можно развиваться, и это новая возможность как-то себя проявить и показать. И уже позже он создает вот эту известную компанию Apple. Ну, сначала там Macintosh был, а потом дальше-дальше, и где у него в компаниях были абсолютно разные роли. Где-то он был организатором, где-то он был руководителем направлений и вывел компании на абсолютно новый уровень и стал очень богатым, известным человеком. Придумал то, что, как бы, по сути, до него не было так популярным. И сейчас я вернусь. Осталось уже совсем-совсем чуть-чуть, да расскажу. Вот я сказала, что мы уже на проекте из глины как раз сделаем определенные ключи, как работать дальше с вашими увлечениями. И хотела спросить, интересно ли вам такие проекты, вот как направление, возможность что-то придумать, что-то создать свое? Если да, то, пожалуйста, дайте какой-то знак. Так, огурчику весело. Интересно, да. Отлично. И еще один вопрос. Создавали ли вы раньше какие-то проекты? Может быть, в школе, по учебе? Может быть, какие-то презентации? Презентация — это тоже проект. Да. Да. Так. У меня видео пропало. А, все, вижу. Так. Создавали, да? Презентации. Постоянно. Угу. Делали лэпбук. Отлично. Хорошо. То есть у вас уже есть опыт создания проекта, и тем, кто пойдет на направление возможностей, будет гораздо проще что-то сделать и создать. Все уже устали? Я вижу, у нас... Мы сейчас заканчиваем. И у меня был вопрос к тому, кто хотел показать монеты. Я предлагаю уже это отдельно созвониться чуть позже, и можем пообщаться, если интересно. Вот. К поводу монет. Так. Тогда я... Давайте подведем итог. Да. Какая-то завершающая фраза у вас будет. Да. Я хотела сказать, что... Надеюсь, с некоторыми из вас мы увидимся на следующей неделе, и будем работать, создавать ваши уникальные изделия, и думать над их продвижением, учиться продвигать себя и создавать себя как бренд. Буду рада новым встречам. Спасибо, Галина. Нам тут Михаил уже свои монеты демонстрирует. Галина, можем ли мы на три минуты устроить сессию вопросов и ответов, если они будут... Да, да. Я вот и хотела перейти к этому. Буду очень рада. Да. Уважаемые участники, у вас есть уникальная возможность задать Галине вопросы. Вопросы пишем в чатике. Перед тем, как выбирать направление, у вас была возможность с каждым из руководителей пообщаться, задать вопрос. Вот и время Галины настало поотвечать на вопросы. Пожалуйста, пишите их в чате. Да, может быть, есть вопросы, там не можете определиться, в какое направление пойти. Или, может, что-то поконкретнее нужно рассказать. Вопросов нет или есть? Очень бы хотелось пообщаться с участниками. Я пока вопросов не вижу, но, возможно, они, участники наши, их еще пишут. Давайте еще минутку подождем. Как там? Спасаетесь от жары? Что будем лепить? У нас будет три варианта. Будет кружка. Как бы это ни казалось таким обычным, на самом деле, на простом примере всегда легче разобрать дизайн, для кого мы это делаем, что мы делаем. И как раз выбрать, будет ли это экономический проект или социальный. Может быть, это будет просто творческий. То есть, даже кружка может предназначаться в разные, в разные места и продвигать, продвижение делать ее. Я покажу простые варианты, как сделать кружку. Второй предмет, это будет тарелка. Тоже такой необходимый предмет в нашей жизни. Все мы пользуемся тарелками. Я даже приготовила, ну, такие вот, абсолютно обычные, которые есть, наверное, у каждого. И третий предмет, это подставка под телефон. Это уже такое более новое направление и тоже как вариант, как его разработать и как дальше реализовать свой проект, для кого он будет сделан, как его продвигать, какие платформы для того, чтобы продавать свои изделия, свои работы. Вот будем это изучать как раз в направлении возможности. Спасибо, Галина. Я так понимаю, что вопросов у нас больше нет. Друзья, у вас всегда есть возможность связаться либо через нас, либо с Галиной напрямую. И на этом мы будем завершать. Еще раз напомню, что с нами была Галина Белова. Это руководитель направления возможности. Определяйтесь. Желаем вам успехов. Я думаю, что мы на этом можем попрощаться и расходиться. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok